Повратимские отношения между Минском и Тбилиси начались в сентябре 2015 года. Тогда стороны договорились о сотрудничестве в области медицины, культуры, спорта. В целом, наша столица переживает бум на все грузинское. Одна за одной открываются хинкальни. Мы уже трижды проводили фестиваль грузинской еды и культуры Тбилисоба, а в списке стабильно популярных туристических направлений остаются Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Нас разделяют 2500 километров, 32 часа в дороге к Азбекске горы. Но сближают любовь к хорошей еде, умение принимать гостей и общие деловые проекты. На улицах белорусские флаги, в центре города рекламные баннеры «Дни Минска». Прямым рейсом в грузинскую столицу прибыл Андрей Шорец и сразу отправился на встречу со своим коллегой Кахой Каладзе. В здании городского совета они подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2020 года. У нас большие возможности по развитию отношений между нашими городами. И мы будем делать все возможное для этого. Сегодня делегация города Минска, которая приехала сюда, она очень многогранна. И направления не самые широкие. Начиная от сферы транспорта, это рассматриваем вопросы совместной сборки электробусов. Вопросы здравоохранения, образования сотрудничества с технопарком. В Тбилиси делегация «Белка Мунмаша» привезла уменьшенную версию, макет первого белорусского электробуса. 20 таких моделей уже давно курсируют по улицам Минска. В ближайшие месяцы в грузинскую столицу доставят троллейбус-гибрид и электробус на опытную эксплуатацию. Есть разница для такой модели, где колесить, где ездить? Холодно, жарко. В Тбилиси климат, в принципе, наверное, похожий на Минске. Ну, в Тбилиси, наверное, наиболее приемлемый климат. Там нет больших холодов, там жара относительно тоже небольшая. Поэтому, так же, как и в Минске, больших каких-то особенностей, каких-то серьезных проблем для эксплуатации электробуса нет. Самое главное преимущество электробуса по отношению к классическому автобусу – это его экологичность. Ценят в Тбилиси наши продукты питания. Молочная и мясная продукция, конфеты, печенье – made in Belarus нарасхват. Согласно последним договоренностям с крупным тбилисским ритейлером, уже через две недели в крупнейшей сети гипермаркетов появится пробная партия белорусских продуктов. Планы, на самом деле, достаточно грандиозные. Мы хотим создать белорусский торговый дом, который бы занимался продвижением всех белорусских товаров в Грузии. Грузию белорусы хорошо знают на вкус. Фестиваль Тбилисоба в верхнем городе в сентябре прошел с небывалым размахом. За сутки его посетили 55 тысяч человек, которые приблизились к богатой культуре и традициям этой высокогорной страны. В этом году организаторы обещают снова удивить. Надежда Сербиненко, Вероника Бута. Твой город в Тбилиси.